В интернете опубликованы первые кадры с прорывного достижения китайцев. Образцы горючего льда китайские специалисты подняли в районе Шенху в северной части Южно-Китайского моря. Для извлечения газового гидрата пришлось углубиться на дно в 200 метров. Еще в 60-е годы советские ученые обнаружили первое месторождение газовых гидратов на севере СССР. Ближе к 70-м годам началась разработка Месояхского месторождения в Сибири, где впервые удалось извлечь природный газ из гидратов. Однако исследования в области добычи гидратов из донных отложений начались всего 10-15 лет назад. Ведущей позицией в этих исследованиях занимает Япония, как страна, которая не имеет запасов ископаемых источников энергии. Сегодня Япония, одна Япония, обладая запасом газа, газогидрата, метана, столько, сколько во всем мире сегодня разведано вообще. Вот такой парадокс, да? Но сегодня никто не умеет добывать эти газы. Это огромные толщи, насыщенные газом, метаном. И, наверное, только вот впереди всех сегодня Япония. То есть они создали первое судно, экспериментальное такое, исследовательское судно, которое изучает эти газогидраты и уже проводит какую-то полупромышленную добычу газогидратов. А по сути, вот запасы газогидратов в мире, они много десятков раз перекрывают те известные запасы газа вообще, которые сегодня в мире известны. Газогидраты обычно скрываются под морским дном у берега и под вечной мерзлотой. То есть для их образования нужны два фактора – холод и высокое давление. Несмотря на свою низкую температуру, эти гидраты легко воспламеняются. Если поднести зажигалку, то газ, заключенный в замерзшей воде, начинает гореть. Вследствие этого гидраты и получили название «горючий лед». А что касается того, чтобы использовать газовые гидраты в качестве топлива, это техническая проблема. Нужно сначала поднять его на поверхность, потом создавать условия, чтобы гидрат не распадался. Только это оказывается экономически нецелесообразно, потому что поддерживать давление можно лишь за счет расходования топлива. Китайцы, как и японцы, пытаются решить эту техническую задачу, потому что у них энергетический баланс отрицателен. Они вынуждены завозить дополнительную энергию из других стран, в основном из России. Конечно, ни о какой добыче в промышленных объемах речи пока нет. Китай такую цель ставит себе только к 2030 году. Елизавета Евтифеева, Универньюс.